Добрый вечер, в эфире Вести Карачаева Черкесия, в студии Ярослав Щекланов. Сегодня глава Карачаева Черкесии Рашид Тимреза провел совещание, в ходе которого обсуждались порядок и процедура сдачи ЕГЭ в республике. 3 июля выпускники выходят на школьную финишную прямую в стране, начинается процедура сдачи экзаменов. Этот год, конечно, принципиально отличается от предыдущих. В связи с мерами предосторожности и по коронавирусу школьники заканчивали учебный год дистанционно. ЕГЭ в этом году сдают только те ребята, которые планируют поступать в ВУЗы. Всего 1948 выпускников. Сама процедура сдачи ЕГЭ будет проходить строго с соблюдением санитарно-эпидемиологических правил. В этом году открыто больше пунктов сдачи рассадка детей в кабинетах. Обработка помещений, термометрия – все по правилам. В остальном сама форма сдачи экзаменов такая же, как и в предыдущие годы. И сегодня же глава республики Рашид Темрезов с руководителем Роспотребнадзора Сергеем Бескокотовым обсудил текущую эпидемиологическую ситуацию в регионе. Рашид Темрезов поблагодарил Сергея Бескокотова и коллектив Роспотребнадзора за очень напряженную работу в течение предыдущих нескольких месяцев. Главный санитарный врач республики проинформировал о текущей санитарно-эпидемиологической ситуации по коронавирусу и констатировал ее стабилизацию. Это следует в первую очередь из ежедневного снижения выявляемости заболевших и снижения количества госпитализированных людей. В ближайшее время Роспотребнадзор России будет рассматривать возможность перехода региона ко второму этапу снятия ограничений с учетом обязательного выполнения трех критериев. Вместе с тем позитивная динамика – это не повод для снижения санитарно-эпидемиологических требований, масочный режим, соблюдение социальной дистанции, отказ от организации, участие в массовых мероприятиях, а также обязательная самоизоляция для людей старше 65 лет. Эти несложные, но очень важные правила остаются обязательными для всех. И вести из Оперштаба. На сегодня в Карачаево-Черкесии выявлено 72 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Общее количество заболевших COVID-19 в республике составило 3520. Из них выздоровели 1452 человека. 524 госпитализированы. Сегодня в Черкесске переведен в резерв дополнительный госпиталь, который обслуживал больных коронавирусом при Республиканской инфекционной клинической больнице и Центре по профилактике и борьбе со СПИДом. За время работы здесь прошли лечение 195 пациентов, 45 из них – дети. Госпиталь переведен в режим ожидания с тем, чтобы в случае ухудшения ситуации в регионе вернуться к работе. Врачи и средний медицинский персонал госпиталя провели небольшое торжество, посвященное этому поворотному событию в борьбе с COVID-19. Подробности у Мурата Джанкёзова. Вот они, герои нашего времени. Обычные врачи и медсёстры, которые в самый разгар эпидемии приняли на себя всю тяжесть борьбы с коварным вирусом. Многие из них не видели родных месяцами. Работали как бы в обычном режиме, в СИЗах. Всё соблюдалось. Правила мы старались не нарушать. Поэтому практически мы и заболели. Поработали очень даже хорошо, я считаю. Больных у нас ни один человек не умер. Все выздоровели, которые у нас лежали. Работа, конечно, была тяжёлая. Поступали больные в средней степени тяжести к нам. Те больные, которые тяжелели, мы пытались их переводить в другие инфекционные госпиталя, где была реанимационная бригада. То есть мы работали без реаниматолога. Высказать самые тёплые слова благодарности медицинским работникам прибыл министр здравоохранения Казим Шаманов. Он отметил, что несмотря на трудности, возникшие в начале эпидемии, республика справилась с пиком нагрузки. И количество заболевших сегодня уменьшается, а количество выздоровевших увеличивается. На сегодняшний день мы выписываем уже почти в два раза больше, чем ложим, кладём в лечебные учреждения. Количество в новой выявленных случаях у нас уменьшается. Количество пациентов, которые попадают в лечебные учреждения, уже тяжесть их совсем другая, это уже средняя и мёгкая степень тяжести пациенты к нам попадают. У людей появилась ответственность. Я очень надеюсь, я думаю, что с этим тоже много связано, что у людей появилась ответственность в соблюдении социальной дистанции, в соблюдении правил личной гигиены. Люди, столкнувшись с этой эпидемией, они поняли, что существует на самом деле этот вирус, существуют больные, что это достаточно коварное заболевание, непредсказуемое отечения. Поэтому люди стали, я думаю, этот фактор играет свой. Вот совокупность факторов сыграли в том, что Карачаево-Черкесия на сегодняшний день уверенно идёт к тому, что ситуация будет улучшаться. Несмотря на то, что в республике введён первый этап снятия ограничений, всем жителям рекомендовано тщательно соблюдать личную гигиену и необходимые меры предосторожности. Мурат Жантьёзов, Рашид Токов, Вести Карачаева, Черкесия. Сейчас настало время прогноза погоды, а после мы продолжим выпуск. В Карачаево-Черкесии переменная облачность, местами кратковременные дождь и гроза, ветер восточный 5-10 метров в секунду, температура ночью плюс 11-16, днём 27-32 выше нуля, в горах ночью до плюс 10, а днём до плюс 24. В Черкесии ночью кратковременные дождь и гроза, днём без существенных осадков, температура ночью плюс 14-16, днём 30-32 градусов тепла. Оптовая база «Жасмин Текстиль» предлагает в широком ассортименте постельное бельё, одеяло, дивандеки, скатерти, полотенца, халаты и многое другое. Приглашаем розничные магазины для сотрудничества. Мы работаем напрямую с фабриками Турции. Наличный, безналичный расчёт, а также кредит при покупке от 50 тысяч рублей, скидка 5%, от 150 тысяч – скидка 7,5%. Черкеска, улица Октябрьская, 321-Б, телефон 8-938-030-30-50. Инстаграм – «Жасмин Элит Текстиль-09». Продолжаем выпуск. Участки для голосования открыты во всех районах республики. Своим правом проголосовать и определить судьбу у основного закона страны воспользовался 80-летний житель Карачаев-Черкесии Адамуркан Сонов. Учитель физики проголосовал сегодня на своём избирательном участке, которым стала школа, где он преподает с 2001 года. Общий педагогический стаж составляет 58 лет. Адамуркан Магомедович убеждён, что каждый гражданин России должен участвовать в общероссийском голосовании. Потому что Конституция – главный закон страны. Что мне очень нравится, в этой Конституции уделяется внимание, что должно уделять большое внимание любое общество – детям и старикам. Что зафиксировано, что государство берёт львиную долю заботы о детях. Напомню, отдать свой голос можно на избирательном участке по месту прописки, а также можно проголосовать у себя во дворе. Как организован этот процесс в Малокарачаевском районе узнавал Руслан Джукаев. 25 июня в Карачаево-Черкесии началось предварительное голосование по поправкам в Конституцию России. Большинство жителей республики уже успели выразить своё мнение. В Малокарачаевском районе также работали все участки. Могу сказать, что мы делаем огромный прорыв вперёд. Мы ставим свои приоритеты над международными, которые хотят нас задавить. Главенство, получается, Конституции России над международными институтами. Теперь дальше мы сохраняем целостность страны. Значит, практически ни один из руководителей нашей страны, будь то Владимир Владимирович Путин, будь то кто-то другой, не имеет права вести переговоры от отторжения наших территорий, от страны. Напомню, жители республики могут отдать свой голос на избирательном участке по месту прописки. А для маломобильных граждан и людей, чья профессия обязывает находиться на рабочем месте, предусмотрено выездное голосование. Таким образом проголосовали сотрудники Краснокурканской поликлиники. Я не могла остаться в стороне и не отдать свой голос, потому что я работаю с детьми. Педиатрическая служба заботится об их здоровье. А Конституция – это основной закон нашей страны, по которому и будут жить наши дети. И заботясь не только об их физическом здоровье, но и об их будущем, я отдаю свой голос. Важность поправок отметили и ветераны в Малокарачаевском районе. У нас менталитет такой. Мы с молоком матери впитали любовь к своим родителям. А там есть статья в Конституции, что основой является общество, является семья. Не родители номер один, номер два, а папа-мама. Поэтому мы все национальности, которые проживают в Карачаево-Черкесии, уважаем старших, уважаем родителей. Важный аспект проведения голосования – это безопасность избирателей. На всех стационарных участках предусмотрены все средства защиты. Каждому избирателю выдается индивидуальный пакет. Что туда входит, вы, наверное, уже знаете. Туда входит маска, обязательно перчатки, ручка и антисептические препаратики маленькие. Индивидуальные, разовые. Все это входит в индивидуальный пакет. Вот избиратель берет этот пакет, использует полностью и после этого начинает голосовать. Глава Малокарачаевской районной думы поблагодарил жителей за активное участие в поправках главного документа нашей страны. Я надеюсь, что вот, учитывая все это, наши избиратели сделают осознанный выбор, отдавая свои голоса за вносимые поправки в основной документ нашей страны. И, пользуясь случаем, я хотел поблагодарить всех наших избирателей за то, что они принимают самое активное участие в голосовании. Руслан Жукаев, Али Бастанов, Вести Карачаева, Черкесия, из Малокарачаевского района. Сегодня шестой день голосования по поправкам в Конституцию России. В течение недели у людей была возможность выразить свое мнение, как в режиме онлайн, так и посетив избирательный участок. Это было сделано, чтобы ни один россиянин не остался безучастным в столь важном и безо всякого преувеличения историческом событии. Сотни людей уже побывали на избирательных участках в Карачаево-Черкесии. Люди разного возраста и профессии понимают, что предложенные президентом поправки в действующую Конституцию прежде всего направлены на укрепление мощи нашего государства и преемственности поколений. Избиратели голосуют целыми династиями. К примеру, сегодня на избирательном участке побывали творческие семьи Секалиевых и Утемисовых. Из Ногайского района репортаж Ахмата Халкечева. Сейчас в Ногайском районе на завершающем этапе подворовой обход по адресам граждан, которым в силу возраста и иных обстоятельств нежелателем визит на избирательный участок. Тем не менее, противоэпидемическая безопасность организована на высоком уровне и в стационарах. Санитарная зона прям при входе в избирательный участок. Здесь сперва производят термометрию и дезинфицируют избирателей. И только потом им выдают одноразовые перчатки, ручку и медицинскую маску. Проверка документов тоже проходит с соблюдением социальной дистанции. Свой гражданский долг пришли исполнить Наннык и Насапхан Секалиева. Все члены этой творческой семьи являются деятелями культуры. Наннык руководитель образцового вокально-хареграфического ансамбля «Алтынай». Во главе творческого коллектива Наннык Ибрагимовна уже 35 лет. А ее дочь Насапхан Исмаиловна руководитель дворца культуры Аула икон Халк. Прежде всего для нас безопасность избирателей, придерживаясь рекомендации избирательной комиссии Карачаево-Черкесской республики, а также территориальной избирательной комиссии. Внутри участка проничную атмосферу поддерживает соответствующее оформление. Лидия Хамзаровна Боисова, можно сказать, всю свою сознательную жизнь посвятила, пожалуй, самой благородной из профессии – профессии учителя. Общепедагогический стаж Лидии Хамзаровна – 52 года. И кому, как человеку, отдавшему свыше полвека воспитанию подрастающего поколения, не знать о проблемах семей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации, которые и призваны исправить ряд новых поправок в главный документ нашей страны. Не у всех жизненный уровень одинаковый. Есть дети, у которых нет родителей. Обновленной Конституцией на это сделан упор, что государство должно взять на себя все функции родителей по воспитанию, по образованию детей, оставшихся сиротами. Это очень важно. Через каждые полчаса в избирательных участках производится полная дезинфекция помещений. А за соблюдением законности и порядка следят общественные наблюдатели и полицейские. Выполнить свой гражданский долг активно идет и молодежи района. Я уезжаю сегодня, у меня просто здесь не будет. А как бы по невинке ходить и искать где, что у меня как бы не очень. Пока здесь я работал, время вышло, это ты свободно решил прийти проголосовать заранее. Есть только движение вперед и реже наоборот. Третьего не дано, уверена член Союза журналистов России, жительница аула Иркиньорд Рима Утемисова. Наша собеседница признается, что проголосовав раньше, она хочет выразить свое полное доверие проводимой руководством страны политики. Сегодня мое голосование совпало с десятилетиями моего внука Руслана. Я думаю, в нашей России все дети должны быть счастливы. Вперед, Россия! Голосуйте за новую Конституцию! Все граждане России могут изъявить свое мнение по поводу новых поправок в Конституцию до 21.00 1 июля. Ахмад Халкечев, Руслан Харченко, Вести Крачаева, Черкесия, Ногайский район. Это все вести. Прямо сейчас смотрите продолжение сериала «Березка». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова